В Беженске после реставрации открылся мемориально-литературный и краеведческий музей. Новая экспозиция посвящена писателю-исследователю Сибири Вячеславу Шишкову, а также и создателю первого Великорусского оркестра народных инструментов Василию Андрееву. Обновленные интерьеры оценила и наша съемочная группа. Беженский музей занимает особое положение среди филиалов Тверского государственного объединенного музея. Ведь не будет преувеличением сказать, что этот край хорошо известен не только по всему Верхней Волжью. Беженская земля — потрясающие истории, талантливыми людьми, которые прославили не только Беженский край, но и всю нашу Тверскую землю на протяжении всей нашей матушки России. Это художники, это музыканты, это литераторы, писатели, поэты. Неудивительно, что окончание реставрации, которая заняла целых 10 лет, ждала вся культурная общественность Тверской области. Местные жители обращались даже напрямую к губернатору с просьбой ускорить ход работ. В итоге Игорь Руденя дал поручение завершить все до конца текущего года. Музейщики с честью справились с этой непростой задачей. Вначале нужно было создать концепцию, которую создавал коллектив научных сотрудников нашего объединения. Затем нужно было внимательно отнестись к музейному предмету, который является основой того, что вы здесь увидите. И здесь работала команда реставраторов. Концепцией музея занималась столичная фирма НеоэкспоАрт. По словам ее руководителя, они старались сделать так, чтобы экспозиция была интересна и понятна посетителям всех возрастов. С одной стороны классическая, а с другой стороны дает в каждом из разделов возможность прочитать историю. Какой путь прошел тот или иной герой, например. Кто такой Шишков, кто такой Андреев. Именно Вячеславу Шишкову, который когда-то и учился в этом здании, а также Василию Андрееву посвящена большая часть экспозиции. Первый известен как писатель, историк, автор романа «Угрюм река». Второй на весь мир прославил русскую балалайку и не только, создав первый в России ансамбль народных инструментов. Кроме того, посетители могут увидеть иллюстрации из фондов Тверского государственного объединенного музея к произведениям Шишкова, а также эскизы костюмов к советскому художественному фильму «Угрюм река». При этом в местной коллекции осталось еще очень много других экспонатов, которые только предстоит разместить. Преображение Бережского краеведческого музея на этом не останавливается. Вот в этом нарядном здании разместится вторая очередь. То есть туда переедет вся краеведческая экспозиция. Там уже завершена вся отделка. Осталось только разместить витрины, ну и, конечно же, экспонаты. И таким образом в следующем году на Бережской земле состоится еще один такой же праздник. Продолжение следует...